Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, потому что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплеи на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. Итак, сегодня у нас Лига Европы. Это, мне кажется, самое важное сейчас у нас идет. Ну и также разнообразие матчей чемпионатом Англии. Мы боремся, я не знаю, за что мы уже просто боремся. Вроде как до пятого места, хотя давайте смотреть до четвертого, это попадание в Лигу Чемпионов. У нас ни много ни мало, но 14 очков отставания. 14. Ну, если будем выиграть все оставшиеся матчи и надеяться на то, что кто-то там сверху оступится, все будет хорошо. Ну, я бы все-таки, ну вот хотел бы, наверное, в шестерки лучших да и попасть, потому что до шестого места 7 очков, более-менее что-то реальное, поэтому будем стараться. Ну и Лигу Европы, конечно, хотелось бы тоже выиграть, потому что у нас задача это выиграть Лигу Чемпионов. А выигрыш Лиги Европы нам позволит сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. А так я смотрю, ну, мы даже, мне кажется, в Лиге Европы в следующем сезоне выступать не будем, если такие у нас дела будут обстоять в чемпионате Англии. Сейчас у нас игра против Вестбромвича, но сначала я бы посмотрел, с кем у нас там дальше игра. Вот Вестбромвич, играем дома и против них на выезде с Арсеналом, еще на выезде с Арсеналом, это уже в английской премьер-лиге. И играем с Челси, это, я так понимаю, полуфинал Кубка Англии. Ну, вот если еще Кубок Англии выиграем, то будем играть в Лиге Европы в следующем сезоне, как-то так. Что у нас по Вестбромвичу? Вестбромвич самая последняя строчка, самая, 15 очков, 15. У нас идет лидерство над 10-м местом в 4 очка и отставание до 8-го места в 1 очко. Поэтому я не знаю, сейчас я бы немножечко, естественно, ротировал состав, потому что там через 4 дня игра с Арсеналом, ответная игра. Будет очень тяжело, ну и посмотрим, кто готов, кто нет. Ну вот, Шмейхель будет играть, будет играть в арт, замечательно. Уже какую-то ротацию, да, и произведем. Ну что же, вот такой вот состав я сегодня собрал. Слева будет играть Анхелиньо, а не Ригелон. Вместо Санчеса я еще подойдем. И, хоть и у Санчеса пиквая форма, но я решил ему дать отдохнуть. Рикардо Перейро и Костагно у нас справа в защите. У обоих ниже среднего показатель. Но Рикардо Перейро немножко подуставший, поэтому я решил Костагно выпустить. Играем в два опорника. Из-за того, что Лаутаро Мартинес с ужасной формой будет у нас один номинальный форвард. Это Джейми Варди, он сегодня с капитанской повязкой. Лестер-Сити против Эсбромвича. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер-Сити против Эсбромвича. Английская премьер-лига. Мне кажется, мы заряжены играть против последней строчки английской премьер-лиги. Просто обязаны оставлять 3 очка у себя дома. Поехали. Диди. Неплохо здесь Анхелинио. И вот потеря мяча. А все там уже практически рванули. И пропускаем. Вы серьезно? На 8-6 минуте. Вы просто посмотрите. Ладно, здесь ошибка была. Защитники немножечко двинулись в атаку. Но почему голкипер так ужасно сыграл? Роб Санкану забивает. Мы идем теперь все в атаку. Но проигрывать дома последней строчки в английской премьер-лиге это просто ужасно. И все. Финальный сесток. Мы проигрываем. В концовке пропускают в избранниче. Хотя мы контролировали всю ситуацию в матче. У них единственный удар по воротам. Замечательно. После 31-го тура мы на 9-й строчке. У нас лидерство минимальное на 10-й строчке. И отставание теперь до 8-го места в 2 очка. Потеряны все шансы на победу в лиге. Нам это уже сообщили в новостях. Тилиманс. Победная серия завершилась. И про ТЖ. Теперь у нас Канате получил новую роль. Итак, сейчас у нас ответная игра против Арсенала. У нас две игры подряд. Против них идет в Лиге Европы и в английской премьер-лиге. Поэтому мы будем, наверное, все силы сейчас бросать в Лигу Европы. И посмотрим, что из этого вообще выйдет. Ну, состав все. Вот такой вот я выпускаю. Лаутер, Мартинес и Варди в хорошей форме. Все остальные тоже не ниже среднего, ни у кого нету. Поэтому мы заряжены. Поехали. Итак, Emirates Stadium. Лига Европы. Арсенал против Leicester City. В первом матче на стадии 1-й восьмой мы обыграли Арсенал минимально у себя дома. Поэтому сейчас, ну, в любом случае, Арсенал будет пытаться наказать нас, отквитаться за то поражение, взять реванш. Мы будем стараться не дать им это допустить. Укрепляет фланги защиты главный тренер Арсенала. Подача какая! И Лаутаро Мартинес снова головой. Он вроде так же головой забил Арсеналу у нас на стадионе, на King Power Stadium. И вот забивает снова второй гол Лаутаро Мартинес. Сейчас Мартинеса в противостании против Арсенала в Лиге Европы. Замечательно. Все. Арсеналу нужно забивать теперь три мяча за оставшиеся 15 минут. Что они вряд ли сделают. Но здесь просто замечательно. Вы посмотрите. Ундер. Какая хлесткая подача. И снова забивает Лаутаро Мартинес головой. Шикарно. И все. Ну что же, мы выходим в четверть финал. Дальше у нас вот такие возможные соперники. Тоттенхэм прошелся просто катком по Галатасараю. 5-1. Рома прошла Ниццу. Также 5-1. В дополнительное время Вильяреал все-таки обыгрался. Дреймс. Реал Соседат вынес АЭП. Со счетом 4-1. Валенсия вынесла Милан. Со счетом 4-0. Брюги. Минимально прошли Наполи. 3-2. И ПСЖ вынес Бенфику 5-1. Ну и всех соперников, которые остались, это вот Тоттенхэм. Рома Вильяреал. Реал Соседат. Валенсия. Брюги. И ПСЖ, естественно, хотел бы отсюда Брюги. Но вот только не ПСЖ. Не знаю. Ну Тоттенхэм можно было бы посмотреть. Я не помню. Вроде как мы им тоже минимально проигрывали. Но почему-то у нас какая-то фора идет. Вот именно в Еврокубках над сильными командами. С Арсеналом очень хорошо мы сейчас отыграли. Две минимальные победы. Все супер. Поэтому я буду ждать Брюги. И не хочу видеть пассажиров в соперниках. Ну что же. О нашем соперниках, кстати, стал Реал Соседат. Средненькая такая команда. Но это уже будет в следующих выпусках. В следующем. Европа против Реал Соседат. Играем на 2-3. Первый матч. Ну что же. Снова игра у нас против Арсенала. Три дня. Три дня у нас была пауза. И дальше, кстати, пойдет, смотрите, целая неделя отдыха. Кубок. И потом еще практически 10 дней после Кубка. И мы играем в Лиге Европе. То есть время отдохнуть будет. И сейчас надо просто настроиться на вот этот матч против Арсенала. Ребята вроде все заряжены. То есть и по усталости я бы мог бы, конечно, сейчас кого-нибудь другого выпускать. И скорее всего вот Барнса максимум выпущу вместо Мэдисона. И все. Остальные ребята выйдут. Я надеюсь, что все у них получится. Ну, не знаю. От одного звена мало что должно измениться. Но все-таки это теперь уже идет не Лига Европы, а Английская Премьер Лига. И посмотрим сейчас, может быть, Арсенал здесь вообще по-другому будет играть. Поехали. Итак, Эмирейт Стадиум. Арсенал против Лестер Сити. Английская Премьер Лига. Уже, ну, третий матч мы играем против Арсенала за вот эти два последних выпуска. И пока что две победы на нашей стороне. Причем даже в Английской Премьер Лиге в первом круге мы тоже обыграли Арсенал вроде как минимально. Если я не ошибаюсь. Но здесь первый удар за Арсеналом. Это было ожидаемо. И Лаутаро Мартин. Замечательный заход сейчас забегает. И это гол Лаутаро Мартинеса. Что он творит? Третья игра Лаутаро Мартинеса против Арсенала. И он забивает гол. Второй гол его подряд. Во-первых, идет вот против Арсенала. Еще и теперь в Английской Премьер Лиге он забивает. Не только в Еврокубках. Получается, для Лаутаро Мартинеса его любимая команда в этом сезоне, наверное, это Арсенал. Три мяча за последние три игры, которые вот просто и решили. Предыдущих два матча исход. Потому что тогда они заканчивались минимально. И тогда забивало только Лаутаро Мартинес. Замечательно. И мы пропускаем. Быстро отыгрался Арсенал. Вот и Абуми Янг с капитанской повязкой перед самым перерывом. Ну просто вот убежал. Можно сказать, от наших защитников. Смотрим еще раз этот момент. Вот так вот отрезающая передача. В стеночку отыграли и все. Здесь уже не доглядели. И Шмехель отбить этот удар, к сожалению, не смог. А мы тоже не пальцем сделаны, а? Вот так вот. Кик-офф называется. Варди забивает. Сразу до мяча. Там буквально минутка оставалась. Мы быстренько успели уйти к штрафной соперника. Там просто уже раскатывали. Отскоки, отскоки. И все-таки получилось. Еще от штанги забивает Варди. Ему в начале первого тайма вот не повезло немного. В эту же штангу он попал. Но после, кстати, вот этого удара мяч ушел за поле. И был удар от ворот. А здесь замечательно попал в стойку и забил. Ну и теперь можно уходить на перерыв. Парк и шел все-таки за Лестером. И вот он, выход Лаутаро Мартинеса. И он забивает дубль. 3-1 перед самым перерывом. Лаутаро Мартинес забивает четвертый мяч в ворота Арсенала в этом сезоне. Ну просто замечательно. Просто его прорвало в Лондоне, скорее всего. Потому что в Лондоне мы уже встречаемся второй раз из этих трех матчей. Ну и просто один он положил на Кинг Пауэр Стадиум у нас дома. Ну а здесь все замечательно. 3-1 обыгрываем мощного соперника. Но проиграем зато минимально дома Вест Бронычу. Последней строчке английской премьер-лиги. И все. Финальный сесток. Уверенная победа на выезде. Снова мы обыгрываем Арсенал. Ребята молодцы. Ни разу мы не проиграли в этом сезоне Арсеналу. В двух матчах в Лиге Европы. И в двух матчах английской премьер-лиги у нас 4 победы из 4. Итак, после 32-го тура мы наконец-то поднимаемся с девятой строчки. На восьмую там Луэр Хэмптон потерял, так понимаю, очки. И мы на восьмом месте. У нас минимальная лидерс над девятой строчкой над Эвертоном. И минимальное отставание до седьмого места. А там дальше вы просто посмотрите. Шеффилд и мы по 50 очков. Следующее место уже плюс 10 очков. Вот у Арсенала и у Манчестер Юнайт. Поэтому просто что-то невероятное нам нужно сделать. Итак, Джейми Варди у нас теперь получает прозвище от болельщиков Громовержец. Ну и новость. Арсенал проиграл Лестеру дома 3-1. Кто пробьется в финал? Лестер или Челси? Это тоже очень важная игра. За Кубок Англии прошла неделя. Я надеюсь, ребята все отдохнули. И сейчас главное, чтобы у всех была хорошая форма. Я надеюсь. Так, форма действительно у всех замечательная. То есть мы выходим стартом со Сауом. С капитанской повязкой у Джейми Варди. Мы вроде как минимально проиграли Челси. Жру вроде тогда нам забил. Если я не ошибаюсь. И все. Вот мы один раз встречались в английской премьер-лиге. Второй раз еще по расписанию скорее всего не встретились. Ну а так Челси против Лестер. Полуфинал Кубка Англии. Поехали. Итак. Полуфинал Кубка Англии. Мы на нейтральном стадионе. Челси против Лестер Сити. Очень важная для нас игра. Поехали. И Ундер забивает. Я просто здесь уже на таком молчанке сидел. Ундер у нас очень давно не забивал. И вот 18-ая минута. В полуфинале Кубка Англии он забивает. Молодец. Чингис Ундер открывает счет сегодня. Ну а Мэдисон делает счет 2-0. И скорее всего мы в финале Кубка Англии. Как и в реальной жизни в этом сезоне. Лестер вышел в финал Кубка Англии. Они его выиграли. И даже умудрились вот совсем недавно на днях обыграть Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии уже. Поэтому как-то так. Ну а Ундер забивает третий. Отлично. 45-ая минута. Мы громим Челси в полуфинале Кубка Англии. Дубль. Чингиза Ундера. Сейчас в очень быструю такую контратаку полетели. После потери мяча. Там буквально в центре поля. Быстрая отрезающая передача. И выход можно сказать 1 на 1. Причем что у Ундера висел на нем защитник. Но все равно получилось вот здесь пробить. Лаутаро Мартинес вот здесь потерял. Холесткая передача на Варди из-под большого прессинга. И все. Минди пока что вот не тащит. Где-то у нас крученные удары вот очень хорошо против Минди заходят. Ну мы видим, что Челси сейчас вообще побежали все в атаку. Поэтому это наш шанс подловить их на контратаке. Например на вот такой. Лаутаро Мартинес. Забивает четвертый. Поймали на контратаке. Замечательно. 68-я минута. 4-0. И мы все-таки пропустили. И мы все-таки пропустили. 90-я минута. Жеру нам снова забивает кстати. Поэтому насухо не получилось отставить сейчас шмейхелю в сегодняшней игре. И все. Финальный сесток. Разгром над Челси в полфинале Кубка Англии. Мы выходим в финал. Я не знаю с кем мы там можем встретиться конечно. Других соперников я не видел. Манчестер Сити мы избавились. Челси тоже убрали. Может быть Тоттенхэм Манчестер Юнайтед там. Я просто не знаю кто еще действительно там остался. Но лучшим кстати стал Ундер. 7-5 у него оценка. Ну в противоположных матчах как я и сказал Манчестер Юнайтед и Брайта. Но вот Манчестер Юнайтед это самый трудный для нас мне кажется соперник. Мы сыграли с ними в ничью. Если я не ошибаюсь. 3-3. Мы ввели со счетом 3-1. Или там 2-0. Да мы ввели 2-2 сыграли. 2-0 мы ввели на Ултрафорде. Они нам забили двушку. Вот мы потеряли очки. Хотя ввели по ходу матча. Поэтому мне кажется будет закономерным сыграть такой вот финал Кубка Англии. Лестер против Манчестера. Трудно будет. Но что поделать. Выход в финал соревнования Мирейтс Факап. Команда Лестер Сити предстоит играть в четвертьфинале против Риал Соседада. Это все вот главные новости. Усталость игроков. Ежемесячный отчет. В сборном месте попал Барнс и Лоутар Мартинес. И по тренировкам Анхелиню плюс один к рейтингу. И все остальные это молодежка. Поэтому как-то так. Почему-то у нас по переговорам я вообще не знаю. Скауты вообще как-то не работают. Центральных нападающих нам маловато. Нашли. Вот это всего лишь Вернер и Жезус. Всего лишь. Вот. Ну она мы вот подписали. И ждем теперь когда нам и деньги какие-нибудь перепадут. Чтобы вот подписать Тиму Вернера. Нам не хватает. Ну как я уже и говорил там 30 миллионов. Плюс-минус. Поэтому все. На этом мы заканчиваем. В следующем выпуске мы узнаем получится ли у нас выйти в полуфинал Лиги Европы. Давайте посмотрим вообще по матчам. Что у нас там. Игра с Ливерпулем кстати будет. Ну как-то так да. Просто две игры очень важные в четверть финале Лиги Европы. Игра с Ливерпулем. Которые идут сейчас на четвертом месте. И на первом месте кстати в рейтинге клубов. Поэтому как-то так. Ну и игра. Вызная против Фулхамена. Тоже предстоит. Поэтому все. На этом мы заканчиваем. Друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидан. Ну кстати друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok